Так ли безопасно выходить из дома? Прокуратура Ленинского района проводит проверку поднадзорной территории по исполнению законодательства в части содержания общедомового имущества. Проще говоря, добросовестность работы управляющих компаний. Прокурор смотрит вверх, не свисает ли с крыш налить, и под ноги на посыпку дорожек. Для начала весны оба пункта более чем актуальны. Прокурор выбирает управляющую организацию, приглашает ее представителя и вместе с ним выезжает на проверку дворов. В этот раз в маршруте надзорного органа улица Андрианово. У жильцов претензии КУКа периодически возникают. Когда как? Иногда хорошо, иногда не очень. Когда не очень. Звоним им постоянно. Но в основном-то ничего, нормально. Из трех домов на Андрианово к содержанию одного у прокурора есть претензия. С козырька балкона на пятом этаже свисает налить. Прокуратуре предстоит разобраться, имеется ли в действиях УК состав административного правонарушения. По результатам рассмотрения данного административного дела, управляющая компания, либо должностное лицо, ответственное за данный вопрос, может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Санкция данной статьи предусмотрена в отношении должностного лица штраф от 4 до 5 тысяч рублей, в отношении юридического лица от 10 до 40 тысяч. Подобная проверка не первая. Буквально накануне был выявлен целый букет нарушений в домах на улицах Комсомольской, Громобоя, Калинина, Сарментовой и Шереметьевском проспекте. Не посыпана придомовая территория, дворовые участки, пешеходные дорожки и также образование наледи на кровли крыши. Не убирались сосульки с кровли длительное время. Данные факты фиксировались в ходе проверки совместно с представителями управляющей компании, представителями администрации города Иваново. Кстати, добропорядочный дворник – птицы ранние. Когда жильцы дома пойдут на работу, заледеневшие дорожки к тому времени должны быть обработаны песко-соляной смесью. Если управляющая компания не выполняет своих обязанностей по содержанию территории, то в первую очередь собственники должны позвонить им самим и указать на пробелы в работе. Если коммунальщики игнорируют такие сигналы, обращаться нужно в прокуратуру или службу госжилинспекции Ивановской области. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.